Друзья, всем привет! Сегодня у нас подготовка к грунтованию эпоксидным грунтом для того, чтобы готовиться к шпатлеванию Все это будет в одном видео, но разрыв с промежуточной сушкой у меня, допустим, это будет полдня и ночь Были вот такие элементы у нас, стали вот такие элементы Снимаю это 80-ка Снимаю на 10-15 см шире, чем была зона рихтовки 80-кой, 120-кой, да трусь чуть-чуть еще пошире Все крыло эпоксидным в этом случае валить не буду Нету смысла, ну тут ровно все Эпоксид нам нужен как защита металла и подложка под шпатлевку Здесь тоже, допустим, ну вот так вот могу оставить пока что Это у меня старая лакокрасочная Можно снять все, тут зависит от того, знаете, как пойдет Но тут все ровно, из того, что видно на лампах Поэтому сильные надобности в грунтовании здесь эпоксидным для того, чтобы тут шпатлевать Нет, шпатлеваться будет вот здесь и жидкая шпатлевка в этом тоже только эта зона заваливается Трем 80-кой, сейчас, кстати, будет эксперимент Это Кубитрон второй Я им оттер спокойно там элемент и тут элемент Он еще спокойно дотрет одну дверь, вот эту легкую И еще ляжет полежать Мне ребята прислали, спасибо, огромное на пробы Ну там, скажем так, на тесты, да? Смирдекс и... И смирдекс В сетке даже есть смирдекс, я еще не видел такого Керамика написана Попробуем, как отработает вот это вот Тоже керамика написана Вот эта 80-ка На вот этой вот нашинской двери Ну просто интересно, что оно там из себя получится И сейчас свои ощущения расскажу Попробуем Как работает Кубитрон, я знаю Сейчас посмотрим, как работает новый Смердекс Машинка одно и та же То есть я примерно понимаю, сколько у меня должен отработать хороший ноздак Я не знаю, сколько он стоит Смердекс 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Павел Юрьевич. Пусть Павел Юрьевич напишет в комментах, сколько он стоит. Интересно просто цена. В принципе, в таком состоянии Кубитрон я тоже выкинул. Потому что это уже начинается мучение, а не работа. Еще что-то можно привозить, вот это пятнышко, но уже будет ни о чем. Не ожидал, что у Смирдекса... Вопрос цены. Если он стоит 20 центов, тогда да. Если он стоит 70 центов, он этого не стоит. Что мы сделаем? Мы возьмем старый Кубитрон, доработаем еще эту дверь. И положим его на нас еще точно слабо. Так, отвлекает. Меня тут позвонили, на чем остановился. После 80-ки 120 на эксцентрике. Потом взял 240, прошел просто растянулся. Риску оттянул и чуть срезал, как было как красочно. А тут я эпоксидником заваливать не буду. Я дойду только там, где металл. Ну, само собой, чуть-чуть вот так попаду. Позаворачивал все, куда мне не должен попасть эпоксидник. Сейчас, в принципе, может и сюда еще. В отворот скотч на клее. Но это такое, знаете, все равно его спиливать от ребра. Здесь промотовался. Мне нужно будет шовный герметик переложить. Тут тоже будет эпоксидничек лежать. Вот здесь тоненько на уголочке. И точно так же на капоте. Ну, тут просто замотовано там, где нужно именно под герметоз. То есть тут надо точечкой аккуратненько пройти, пропылить. Именно защитить как бы металл. Когда он высохнет, можно будет наваливать герметоз. Сейчас пойдем разводиться эпоксидным грунтом. И что? И заваливаться. Тут будет два слоя наноситься. Так, развел эпоксидный грунт. Без разбавона. Ну, мне просто его нету. И он как бы нам в наших целях не нужен. У нас толстый слой, два слоя будет. Чтобы можно было тернуться и шпатлеваться на него. Не в этом дело. 1,8 дюза. Давление 1,5. Раздавливается шикарно. Наваливаем. Первый, ну, такой мокрый. Прям такой хороший мокрый. Но не сильно, потому что может потечь. То есть эпоксидный грунт, они такие текучие. У него такая грань тонкая. Он раз и потек. Будет поддерживать. Да. Смотрите продолжение в следующей серии. Мне не нужно, потому что не нужно, но надо его взять по максимуму, потому что следующий слой будет чуть внутри. То есть не снаружи слой надо вложить, а чуть-чуть вовнутрь. Ждем, посмотрим, как он помотовеет или нет, но вообще эпоксид должен помотоветь. И будем еще один слой накладывать. Эпоксидничек, ну я ему дал минут 20. То есть на отлип он сухой, но так он сырой. Можно валить следующий слой. Второй слой делаю чуть потолще, потому что мне нужна толщина. Опять же, потолще, но не везде. То есть там, где рихтовалось, чуть-чуть с выходом, чтобы мне под шлифочек просто проверить. Шлифок мне на этом грунте покажет, но это все чуть позже, покажет, где я буду просто, грубо говоря, работать мощно. Я навалил и положил дверь на всякий случай, потому что я тут остатки еще допшикивал кое-где. Все, металл у нас защищен, закрыт, заизолирован. Надо сделать хорошую сушку. Если есть инфракрасная лампа, то ждем так в районе часа, ставим инфракрасную лампу. А у меня инфракрасная лампа сейчас светит на улице, естественно. Поэтому через часик я выношу, вывожу элементы на улицу и пусть сохнут. Они у меня простоят сегодня уже 4, то есть до вечера. И с утра приступаем к шпатлеванию. Подробности чуть позже. Продолжение следует...